Каким ты Таким остался Орел степной Казак грехой Зачем, зачем ты Снова повстречался Зачем нарушил мой покой Зачем, зачем ты Снова повстречался Зачем нарушил мой покой Зачем опять В своих утратах Меня хотел Ты обвинить В одном, в одном Я только виновата Что нету сил тебя забыть В одном, в одном Я только виновата Что нету сил тебя забыть Свою судьбу С твоей судьбою Пускай связать я не могла Но я жила Жила одним тобою Я всю войну тебя ждала Но я жила Жила одним тобою Я всю войну тебя ждала Ждала, когда наступят сроки Когда вернешься ты домой И горьким не горьки твои упреки Горячий мой, упрямый мой И горьким не горьки твои упреки Горячий мой, упрямый мой Твоя печаль Твоя обида Твоя тревога Ни к чему Смотри, смотри Душа моя открыта Тебе открыта одному Но ты взглянуть не догадался Учался вдаль Казак лихой Каким ты был Таким ты и остался Но ты дорог мне такой Каким ты был Таким ты и остался Но ты дорог мне такой Каким ты был, таким ты и остался. Орел степной, казак лихой. Эх, добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, республика, добрый вечер все, кто в эти минуты к нам присоединяется на канале Россия. И пусть вечер будет по-настоящему добрым, потому что наполнит его русская песня замечательный коллектив наших гостей, которые приехали к нам из Прикубанского района. Это народный коллектив «Рябинушка». Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что вы нашли время, приехали к нам в студию. Вы такие красивые, такие очаровательные. Я знаю, как прекрасно вы поете. Итак, давайте познакомимся, давайте познакомимся поближе. С удовольствием я вам представляю художественного руководителя ансамбля, заслуженного работника культуры Карачаева и Черкесии, Ингу Гамезардашвили. Добрый вечер. Здравствуйте. В коллективе с удовольствием, наверное, выступает Лидия Хасанова, директор Центра культуры и досуга Прикубанского района. Гулина Байрамукова, директор Сельского дома культуры поселка Кавказский, а также Александра Футержи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Денисова и Раиса Карвина. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо еще раз. От души говорю вам спасибо за то, что нашли время, приехали к нам из Кавказского сегодня на эту удивительную встречу. Встречу и праздник музыки, я так думаю. Ну, из коротенькой биографии вашего коллектива я поняла, что вы коллективчик молодой, вы родились в 21 году. Кто был инициатором создания такого вот интересного ансамбля? Возле Дворца культуры был праздник, Масленица. Я там присутствовала. И кто-то подошел из работников культуры и попросили спеть частушки. Я так удивилась. Я говорю, ну, если вы дадите мне листок с частушками, микрофон, я это обязательно сделаю с удовольствием. Ну, так и было. Спела частушки. Частушки были позволительные? Ну, да. Цензуру прошли? Да. Затем, через... Прошло какое-то время после этого праздника, Кулина Исмайловна пришла ко мне домой с просьбой, значит, прийти во Дворец культуры, потому что она хочет создать именно коллектив русской песни. Вообще, конечно, удивительно. Коллективская женщина и русская песня. Ну, она объяснила это тем, что у нее все есть, кроме этого. Вот таким образом я попала в этот коллектив. Мы, конечно, долго с ней ходили, искали людей. А в чем была проблема? Не хотел народ идти? Ну, вот по поселку. Я не хотела идти, но они боялись выступать на сцене. Стеснялись сцены. Сцену стеснялись сцены. Вот таким образом как-то заглянула к нам Лидия Хасановна. Ей так понравились эти песни. Она сказала, что она их очень любит с детства и присоединилась к нам. Ну, вот как-то Раечку я вот, Карлину, встретила. Это моя соседка, пригласила ее. Она с удовольствием пошла. Так вот создали наш коллектив. Небольшой, но очень интересный, сплоченный. Яркий очень. Я просто знаю ваш репертуар. Я восхитилась сказать по правде. Лидия Хасановна, я знаю, что коллектив поддержал глава муниципального образования, верно? Конечно, конечно. Он поддерживает и поддержал. В свою очередь, вот именно то, что Инга Ганеровна стала руководителем. Кулина Исмаиловна, когда обратилась с вопросом, вот нам, говорит, национальные кружки есть, Лидия Славовна, вот нам бы создать такой коллектив. Инга Ганеровна, чтобы вы знали, еще руководит другим, еще народным коллективом Зори Каскада, тоже в Прикубанском районе. И я говорю, ну, человек добился таких успехов, и коллектив сегодня как бы уже имеет звание народный. Ну, думаю, и здесь она справится. Мы ее пригласили, и вот два года просуществовал коллектив. На третий год мы защитили в прошлом году звание народный. Почетное звание. Вы знаете, я, честно говоря, когда узнала об этом факте, я очень удивилась, уж очень быстро. Я понимаю, что профессиональный рост, он, конечно, идет. На месте вы не стоите. Но быть народным, это значит быть любимым народом. Вот как вам кажется, есть эта отдача со зрителем? У вас есть, как сегодня говорит молодежь, контакт? Вы чувствуете народную любовь? Да, очень чувствуем. И после каждого концерта нам, а что так, ну, две-три песни, допустим, спели. А что так мало? А что так мало спели? Да, мы еще хотим. Особенно после мероприятий на улице, вот это начинает. Почему, Рябинушка, еще несколько песен не спели? Есть контакт. Я поняла, что в репертуаре вашего коллектива песни русские, народные песни, песни советских композиторов. И я думаю, что очень сложно будет найти человека старше 45 лет, который бы не подхватил, скажем, какую-то из ваших песен. Ну, тот же «Казак лихой», «Орел степной». Ну, то есть песни, любимые в народе. Исходя из этого вопроса, как подбирается репертуар? Или участница, или руководитель сама. У нас есть своя группа. И где, какое видео или какую песню услышали? А давайте попробуем вот эту песню спеть. Руководитель как бы выстраивает наши голоса. И получается, что получается. Кто-то с детства, допустим, да, какие-то вот у нас... Самая первая песня была «Деревня». «Деревня» мы с нее начинали. Это очень старинная песня. А что касается именно песен советского времени, советских композиторов, вот здесь, что вас привлекает? Мелодичность, стихи. Ведь они совсем другие по сравнению с тем, что сегодня исполняется на нашей эстраде. Правда? Ну, по патриотизм же нам же надо воспитать патриотизм и молодежи. Поэтому есть современные обработки, которые вот патриотические песни. И тем более советские песни, они у всех на слуху, как бы, все их знают и любят. Те песни, они ведь такие душевные, мелодичные. О жизни людской, о любви. Все это красиво. В тех песнях все звучит очень красиво. Солизм, с вами согласна. Нынешние песни, они немножко не такие, конечно. Видите, хорошие песни. Но здесь мелодичность, вот эта душевность, она привлекает. И мы еще, понимаете, под вот наш репертуар, мы и назвались-то, Рябинушка. Кстати, откуда название? Ну, исходя из нашего репертуара, мы начали вот думать, как назвать наш коллектив. Разные, да, варианты. Да, да, варианты были разные. Вот сегодня вы про Рябинушку что-нибудь сейчас сможете спеть акапельно? Конечно. Муранская Рябинушка, мы взяли название из этой песни. А давайте вот на раз-два куплетик. Да. А как называется? На черте их. Вечер тихой песнею над рекой плывет. Дальними зорницами светится завод. Где-то поезд катится точками огня. Где-то под Рябинушкой парни ждут меня. Ой, Рябина кудрявая, белые цветы. Ой, Рябина, Рябинушка, что взгрустнула ты? Ой, спасибо, я ее знаю. Классная песня, исполнение великолепное. Спасибо большое. Вы знаете, у вас вообще 9 человек в ансамбле «Верность». Сегодня девочки не смогли по каким-то причинам приехать. И знаю, что возраст у вас такой, очень амплитуда широкая, от 20 лет. Да, начиная с 19 лет. Да, да. И вот как выживаются эти три поколения? Любовью к песне. Альсанга, вот вы скажите, я думаю, это вам понятнее всего. Вы знаете, все просто, ужились, прекрасно, прекрасно себя чувствуем все, я не знаю, никто не жаловался. Мало того, что разные возрасты, еще у нас и национальности. Начнем с меня. Да, да, начнем с грузинка, карачаевка, русская, казачка. Ну, вот объединяет нас русская песня. Ну, это так здорово. Ну, я думаю, вот прямо сейчас, прямо время, чтобы еще раз в нашем эфире прозвучали песни в вашем исполнении. Подъезжали мы под село, заиграй, дудочка, весело. Заиграй, дудочка, весело, чтоб наше село весело было, чтоб наше село весело было, чтоб наш каравай красен был, чтоб наш каравай красен был, чтоб наш хоровод весел был. Хей! Подъезжали мы под село Заиграй, дудочка, весело Заиграй, дудочка, весело Чтоб наше село весело было Чтоб наше село весело было Чтоб наш каравай красен был Чтоб наш каравай красен был Чтоб весь народ весел был Подъезжали мы под село Заиграй, дудочка, весело Заиграй, дудочка, весело Чтоб наше село весело было Чтоб наше село весело было Чтоб наш каравай красен был Чтоб наш каравай красен был Чтоб наш славный род крепок был Пой при лужку, при лужке При широком поле, при знакомом табуне Конь гулял на воле, при знакомом табуне Конь гулял на воле, эх, гуляй, гуляй, мой конь Пока не споймают, как споймают, зануздают Шелковой уздою, вот споймал парень коня Зануздал уздою, дарил шпоры под бока Конь летит стрелою, дарил шпоры под бока Конь летит стрелою, ты лети, лети, мой конь Лети, торопись, возле мелкиного двора Конь остановился, конь остановился Дарил копытами, чтобы вышла краснодевка С черными бровями, чтобы вышла краснодевка Девка с черными бровями Но не вышла краснодевка, вышла ее мать Здравствуй, здравствуй, милый зять, пожелайте в хату А я в хату не пойду, пойду во светлицу Разбожу я крепким сном спяшую девицу А девица не спала, друга поджидала Правой ручкой обняла, крепко целовала Правой ручкой обняла, крепко целовала Ой, при лужку, при лужке, при широком поле При знакомому табуне конь гулял на воле При знакомому табуне конь гулял на воле Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Пусть у вас много будет выездов, много концертов, пусть вы будете настолько любимы своим зрителям и слушателям, что каждый раз, приходя на репетицию, а вот еще, а вот еще вот это, и может быть и все. Нет, это не конец. А вот давайте еще вот это, чтобы у вас всегда, как говорится, был огонечек впереди вашего пути, и чтобы этот путь был долгим-долгим, просто бесконечным. Спасибо вам, спасибо за эту встречу, и я думаю, что песней мы завершим нашу сегодняшнюю удивительную встречу, удивительный праздник музыки и песни. Обязательно, спасибо вам, спасибо. И с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok